Ребята о зверятах Да, я забыл сказать про наших зверят Меня-то зовут Фадей Берендей Сова, это Сова, Дро, Юс-Юс И это культово-легендарное Ну вдруг, если вы потеряли ориентиры А теперь представь нашу постоянную гостью Пожалуйста Очки забыл, был, что ли? Что-то слабо Старший научный сотрудник Дарвиновского музея Антрополог Елена Сударикова Лена, здравствуйте, что лет не виделись И чем-то у нас сегодня Конвергенция у животных Это сближение? Да, это про... Конвертация? Конвертация, да Индульгенция Нет, конвергенция Это животные, которые выглядят очень похоже Кажутся родственниками, но на самом деле Ими не являются Или очень далеки друг от друга, по крайней мере А противоположный процесс Это дивергенция Дивергенция Но дивергенция основной процесс для вида образования Животные начинают различаться в рамках одного вида Все больше и больше Вот через там буквально тысячу-две поколения У нас новые виды все Которые уже не скрещиваются между собой Хорошо отличаются А конвергенция это разные виды Абсолютно далеки друг от друга Только очень похожие внешние Когда их справа ученые находили Думали, что это какие-то близкородственные животные Ну, например Вообще примеров очень много Ну, прям мой любимый пример Это муравьеды и трубкозубы Муравьеды Ну, это кто не знает о старину Трубкозуба Трубкозуба Ух Ух Ну, я думаю, что Сейчас я прям залезу посмотреть Четвертый Б или Б? Трубкозуб Трубкозуб У него каждый зуб состоит из огромного количества Таких Склеенных между собой пластиночек А когда же эти животные Вообще были Разделились? Вообще Муравьеды американские И они в Америке оказались очень давно То есть там За 60 миллионов лет Это отдельный отряд Неполнозубые Вот муравьеды, броненосцы, ленивцы Неполнозубые Да Они не похожи Но они близкие достаточно друг для друга родственники По сравнению с остальными животными С нашим старым светом Они между собой гораздо ближе Понятно Чем с любыми нашими Трубкозубы Это африканские животные Их местные называют земляные свиньи Хотя они вообще на свиньи не очень-то похожи Ну они как будто пятачок у них Ну такие, да Они принципиально очень похожи В этот образ жизни С муравьедами они тоже всасывают насекомых Через длинный Такой почти беззубый рот У муравьедов совсем беззубый У трубкозубов зубы есть Но их мало Они их почти не используют И они как бы Из-за того, что они заняли одинаковые экологические ниши Из-за того, что они живут на земле На земле же прячутся Умеют прижиматься к земле Сворачиваться, маскироваться Одинаково питаются Они обрели некие сходства анатомические И когда трубкозубов сначала ученые нашли Они думали, что это какие-то родственники муравьедов Которые, значит, не уплыли в Америку В свое время остались Но они как-то внешне не очень похожи С муравьедом-то Ну не очень похожи Например Зато если бы два скелета вы посмотрели Вообще трудно было бы сразу сказать Где чей, например Ну да Не специалисту Заволок, понятно, конечно, быстро скажет Ну, например Ежи, дикобразы и ехидны Еще один хороший пример Я думаю, это все более-менее себе представляют Наверное, этих животных Ехидна Классное слово Ехидна Мне казалось, что еж, дикобразы, ну, много у них Ну, а ежи насекомоядные, а дикобразы, грызуны Это разные отряды То есть между ними тоже там 40-50 миллионов лет Это очень далеко Они между собой отличаются больше, чем человек от мартышки, например Ну, как бы, что по генетическим расстояниям Что по внутреннему устройству По образу жизни, ладно, одинаково Некоторые девушки совсем от мартышки не отличаются Замечательно Ну, голевая же была Конечно А мужчины отличаются от мартышек Вот, вот, вот Ну, я же говорю Я же влюбилась в трубкозуба Меж дежами дикобраза, мересты не больше, да Ну, и как все-таки они начали изучать эти все Ну, вот если мы возьмем, допустим, вернемся к трубкозубу и муравьеду Ну, хорошо, да А то лет, там, 200-250 назад было, ну, очевидно, генетики не было как таковой И люди, которые, там, путешествовали по свету, находили новых животных Либо рассказывали о них ученым, там, европейским Либо привозили с собой трупы или даже живых, если получалось довести Вот, и, ну, первая реакция вообще нормальная Это раз они похожи, значит, они, ну, наверное, как-то из одного какого-то там семейства Один друг твоего бывшего мужа похож на муравьеда Замечательно Еще будут какие-то вот важные дополнения, прежде чем мы к серьезному с Леной перейдем А это серьезно Хорошо И ты поняла, о ком я говорю, да? Безусловно, я все поняла Так, и все-таки давайте как-то я пытаюсь понять, куда мы пытаемся свернуть, вот что А ты сиди в машине, не ты рулишь, куда свернуть, куда свернем Ну все, давайте все-таки про конвергенцию Так, все Да, да, ну, собственно, я говорю о том, что изначально это, ну, это явление вообще не так давно стало известно, скажем так То есть изначально, ну, если животные похожи между собой, более-менее понятно Их объединяли бы в один вид Старались объединить, ну, не обязательно один вид, но в какую-то группу, да, систематическую обычно все-таки больше вида, крупнее Вот Ну, последующие исследования, сперва анатомии начали ставить в тупик, потому что сходство конвергентное, оно всегда поверхностное Оно не очень глубокое То есть, ну, то есть, чем глубже начнешь закапываться, тем больше находишь отличий Тем больше понимаешь, что нет, это вот разные какие-то отряды, разные группы А генетика, она вообще начала все расставлять на свои места, там, на протяжении вот последнего века, да Когда вообще стало понятно, что, ну, это сходство, оно вот зависит от окружающей среды, она сильно влияет на животных И они могут стать похожими Самое трудное для осмысления, на самом деле, если с, там, хорошо, муравьи и трубокозуб, может быть, не производят впечатление Нет, производят, если смотришь на две... Колючие животные некоторые производят, но, например, вот для, там, средней школы всегда проблема с морскими животными Потому что первая реакция всех, кто в воде, все, скорее всего, рыбы Вот Ну да Если даже разбирать вторично водных животных, предки которых уже вышли на сушу, а потом вернулись То все равно они кажутся всем, ну, более-менее родственниками То есть, ну, как раз их теозавры жили в воде, значит, они все равно какие-то рыбы Хотя нет, это ящерицы, это рептилии, которые не могли в воде дышать и нужно было всплывать Не могли, там, ну, как бы, у них были, там, трудности с размножением пришлось, там, яйца живорождения практиковать Ну, то есть, ряд особенностей, которые сформировались из-за освоения новой... А у черепах есть какие-нибудь... Черепахи, для них, вообще, я бы не сказала, что они хоть с кем-то конвергентно сходны Но черепахи очень крутые, потому что они появились раньше динозавров Видели, как динозавры появились, видели, как они вымерли Продолжают существовать, радостно заселяют новые ниши Изначально это были морские животные, сейчас они бывают сухопутные и пересноводные Ну, в общем, какие угодно более-менее То есть, трудно себе представить, насколько черепахи всего смогли Насколько они крутая и прогрессивная группа Не бросается от глаза, когда смотришь на то, как они двигаются Мне понравилось, как вы рассказали, что они видели, как они зародились И видели, как они вымерли, да, смешно Ну, не только черепахи, если что-то ещё крокодилов касается Тоже, это две группы рептилий, которые не являются динозаврами И не близкие родственники, появились раньше и живут до сих пор В отличие от динозавров, как таковых А акулы и касатка? Вот акул – это рыба, причём хрящевая, очень древняя Они давно появились, они даже для рыб достаточно примитивно устроены Просто и довольно особая группа А касатки – это вот недавно спустившиеся в воду, можно сказать, волки Это хищники, которые буквально там в течение последних 40 миллионов лет Заходили в воду, всё больше лысели, конечности их становились всё более Последних 40 миллионов лет У меня сейчас, понимаешь, это волки, касатки, это волки, которые спустились в воду Ну, не совсем волки, там, мезонихи, да, я имею в виду хищные животные Да, в принципе, похожи на современных таких псовых небольших Между куницей и собакой, но ближе к собаке по размерам Вот Мой мир не будет преминым Дрогушево А, нет, да Если у вас есть вопросы, вотсап, вайбер, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3 Мы тут о конвергенции у животных, о примерах, да, этой самой конвергенции Разговариваем с Леной Судариковой Есть вопросы, пишите Значит, касатки и акулы – это, в принципе, пример конвергенции или это разная абсолютно? Ну, нормально, например, конвергенции, но вообще обычно, когда говорят о вообще жить в морских каких-то обитателях, обычно сравнивают рыб, причём как хрящевых, например, акул, так и обычных каких-то рыб Ну, там, сама щуку, не знаю, какого-нибудь там, окуня морского Вот А потом берут обычный ахтиозавра и последний берут какой-нибудь китообразный Например, касатку, ну, касатка даже более выглядит, более, больше вылитонно к питающим, в среднем людей, как практика показывает, чем, например, дельфин Вот дельфин действительно очень внешне похож на ахтиозавра и, в принципе, какой-то радикальной разницы между ними вообще не видишь Белое брюшко, синяя спинка, длинная узкая морда, большие глаза по бокам головы, ну, то есть вообще какой-то радикальной разницы так вот на глазок вообще её не видишь И часто людям кажется, что это вот очень какие-то похожие группы животных Но при этом ахтиозавры там под 100 миллионов лет назад жили и там 60 миллионов лет назад вымерли, а дельфины недавно в воду спустились В принципе, они в очень разное время там живут, у них разная анатомия, разное расположение А киты и дельфины? Киты и дельфины – это близкие достаточно группы, хотя они тоже их предки относительно независимо спускались в воду Так вышло, что в воде ещё есть тюлени и моржи, и практически все они обладают конвергентным сходством То есть это много групп неко-питающих, которые вторично стали осваивать морскую среду, стали похожими внешне Но потом оказывается, что, например, вот есть тюлени настоящие и ушастые И одни из них произошли от медведей древних, родственников медведей, а другие от куньих древних Да, но когда мы их видим в воде, когда они смотрят, ну тюлени и тюлени, ну в смысле пласты, мордочка симпатичная, с шмячиком играют В общем, эта разница не радикальная, кажется не радикальной Но когда мы начинаем копать, собственно, что анатомию, смотрим на уши, смотрим на задние ноги, а потом в генетику, то оказывается, что нет, что вообще досали Ничего себе А кому в голову пришло вообще первым? Есть у этой науки, я не знаю, какой-то основоположный? Ну вообще, русский эволюционист крупный Северцев исследовал процессы видообразования активно, и его терминологии пользуются в основном в мире сейчас Такая-то одна из многих гордостей российской биологии У нас есть целая плеяда ученых за разные времена существования, которые оставили свой след в мировой истории, и их арсеналом до сих пор пользуются Ну вот Северцев один из них А старик Дарвин? Ну, Дарвин, насколько я знаю, не был российским достоянием Нет, я имею в виду вообще в мировом масштабе, кто был главным по таким делам, эволюционным Ну, в разное время разные люди После Дарвина еще там Майердов, Джанский, ну в смысле их много достаточно на самом деле Правда, они не очень на слуху обычно Вне биологии Вот, и Северцев, собственно, разобрал три механизма видообразования Дивергенция, которую вы упоминали в самом начале Конвергенция и параллелизм Который вообще на конвергенции очень похожий И даже эволюционисты не до конца договорились Параллелизм? Параллелизм А, параллелизм Ооо На его счет даже, в общем, не до конца договорились Где заканчивается конвергенция, начинается параллелизм Но считается, что конвергенция это не очень глубокое сходство А параллелизм очень большое, как раз наоборот Что-то, например, тюлени, которые привела настоящих ушастых Которые, правда, очень сильно похожи внешне Хотя у них абсолютно разные эволюционные истории уже давно Больше там, нескольких десятков миллионов лет Что это уже пример параллелизма Потому что сходство очень большое А для чего тогда и одних, и вторых называть тюленями? Это бытовые названия И тут в биологии вообще всегда смешная штука Что, ну, сперва открыватель как-то называет Как ему кажется уместным А потом обычно все вынуждены этим названием пользоваться Независимо от того, насколько оно актуально Ну, это сбивает с толку на самом деле Вот знаете, вот я как антрополог рассказываю О том, какой порядок наших предков Жил на нашей планете Упоминаю, что полтора миллиона лет назад Был человек прямоходящий Но до него уже 4 миллиона лет По саванне ходили разные приматы и уже люди То есть он не первый прямоходящий Но его нашли раньше всех Он первый, кого так назвали Поэтому название его, все Кто застолбил, того и тапки Да, я вот тут смотрю Всякие примеры конвергенции Дикобраз, Йоша И хидна, это, конечно У них очень сильно отличаются иголки Но когда смотрим, это не так заметно У Йоша они все одинаковые У дикобраза и хидна бывают разные длины У дикобраза они почти не держатся в теле То есть они легко оттуда выпадают Ну и, собственно, можно погуглить не только дикобразов Но и собак, которые с дикобразами играют У них вся морда утыкана иглами густые, как густой шарик То есть это получается как шерсть у них, что ли, или что это? Иголки это всегда как шерсть Они принципиально все как шерсть Но они по-разному все равно устроены И по-разному держатся У дикобраза почти никак У Йоша они держатся достаточно крепко Но у каждой иголки свои мышцы Как у нас, у волос есть мышцы Когда мы мёрзнем, у нас волосы встают на теле Это называется пилоэрекция Подъём волос, собственно, мурашки Каждый волос поднимает своя мышца У ежей иголки принципиально так же работают А вот у ехидны у неё целый слой мышц Который работает более-менее весь То есть она может как котик дёргать шкуркой Вот ехидна может иголками так вот подёргать Сразу целым пятном иголок Но не одну отдельную иголку поднимать Ну они же, да, ну хорошо Иголки, да, положим, вот иголки у них различаются Но у них даже мордочки, какое-то строение одинаковое Ну, вот это именно то, что долгое время вызывало вопросы Да, очевидно, что они внешне вообще похожи Но эта схожесть, она всё равно вторичная Ехидны появились 160 миллионов лет назад Они вот яйцекладущие, они появились в Австралии вместе с утконосами Совершенно особые звери, супер примитивные Ехидны супер примитивные? Конечно, конечно Ехидны про ехидны и утконосы Это яйцекладущие и млекопитающие вообще Принципиально, ну то есть, когда одновременно ты и яйца откладываешь А потом детёныша кормишь молоком Вот, то есть, ну, такой хороший промежуточный вариант То есть, в рамках рассуждения об эволюции Это хорошее такое переходное звено В рамках эволюции млекопитающих, например Дожившие до наших дней Вот, но, как бы, это сходство, опять же, оно, как бы, вот, пока они покрыты своей шкурой, покрыты мясом, они кажутся нам похожими Но, опять же, изучение скелета, даже вот три скелета, вы бы, в принципе, если бы могла их, в музее могу их показать, здесь, к сожалению, нет А в чём принципиальное различие? Ну, вот, допустим, у её жадик, образа и ехидный в скелете Что, ну, это... У них будет разное количество зубов, и зубы разной формы, разная форма черепа, разное количество позвонков и лёбер, скорее всего У кого-то будет включиться, у кого-то нет Разное количество пальцев Ну, то есть, они... Маленький ребёнок сможет описать, что они отличаются между собой Другое дело, что никто обычно из маленьких детей не имеет доступа к этим трём скелетам одновременно А ещё какие-нибудь вот такие примеры? Ну, например, интересно, интересно животные, которые осваивают воздушную сферу Это вообще такой, ну... Какие-нибудь летающие белки? Я вот хотела сказать не про планирующих, хотя планирующие тоже интересно Они про летающие, таких как летучие мыши, птицы или птерозавры разные То есть, это всё животные, которые поднялись в воздух У них не было к этому приспособлений, но они пытались освоить эту среду Мне интересно, для чего? Еда? Да так вся эволюция идёт Если есть где-то свободная ниша, она долго... Природа не терпит пустоты, она долго пустой не будет То есть, её будут пытаться занять Вопрос только, у кого получится У кого есть потенциал, чтобы через, там, сколько-то сотен поколений Смочь эту среду заселить И с какими-то средами попроще, как, например, вернуться в воду Это, ну, не особенно трудно Будучи сухопутным, перейти потом к водному образу жизни Да, но летать Попрестить крылья И почву трудно осваивать Почвенные животные, всякие кроты, гоферы Это тоже, кстати, каждый день проедать себе дорогу Там, к другому лесу, к какой-то еде Кроты смешные Ты прям какая-то... Салтыкова крутая А ты видел крота хоть раз? Я его в руках держала Ну, кот достал Ну, кот даст, ну... Задушил? Просто живого крота страшно, мне кажется В руки братья, они такие агрессивные Нет, он придушенный был Ну, мне кажется, что-то он притворялся немного Но так отлежал Как футболисты некоторые, да? А в чемпионате Ой, ой, ой Неймар По кличке Неймар А кошки удивительно их достают, правда На самом деле, вот если видишь на улице Ну, вот на даче Сидит долго Потом так вот только одно движение лапы Так, псум И он их вытаскивает этих кротов Ну, вообще, хищники привыкли доставать из нор тех, кто не глубоко в них ушел Нет, ну, давайте про летучих Все-таки это интересно Как... С кем они должны были спариваться Чтобы у них крылья Я на всякий случай Если это вопрос какой-то перспективы Нам не с кем спариваться Чтобы люди начали Люди не плетят А наутро у пернатых вылуплялись куклаушата С клювами, как у орла Нет, просто... К удивлению юнатов Ну, Петя Мы продолжим Подожди, мне кажется Это вопрос с перспективой Вот Прокрыли Петь Так просто не можем оставить Ребята О зверятах Старший научный сотрудник Дарвинского музея Антрополога Елена Сударикова У нас в гостях Мы говорим о конвергенции У животных Лен, можете ответить Вот на какой вопрос Недавно спорили с коллегами По работе Чем отличаются осетр От белуги? Вообще Сходу не скажу Все-таки их теология От меня далеко Вот Но вообще-то знаю Что близко родственные Как раз Группы рыб И вкусные довольно-таки Но мы остановились На тех Которые Летают На летучих На отряде Да Да Ну вообще До конца До сих пор непонятно Как именно Динозавры Которые превратились в птиц Освоили полет Потому что Было Несколько Попыток У позвоночных Освоения воздушной Сферы В которых было Полным-полно насекомых И всем хотелось Их есть Конечно Ну а как Наверное Залезали на дерево И спрыгивали И пытались Как-то Ну сейчас Есть много Планирующих животных Которые Они не эволюционируют В сторону активного полета Они вот только и могут Залезть на дерево И спрыгнуть медленно вниз Не спеша Парашютом Таким вот Они вверх Не могут залететь С места Это все-таки Такие Они все-таки Подпрыгивали Размахивая Конечностями Пока они начали Там задерживаться Подольше Подольше И больше потомства Оставляли те Кто лучше подпрыгивал Это больше похоже Пока на правду Чем спрыгивание От этих деревьев То есть Планирующий полет Вот И интересно Что когда Появились птицы Как раз В Там Ближе к концу Мезозоя Незадолго Думирания динозавров Уже был целый ряд Летающих групп Были рептилии Разные летающие Там Псеродактили Популярные Птеронодоны Они уже долго летали К этому времени Но они все вымерли Вот во время Глобального вымирания А птицы Почему-то нет Были археоптериксы Разные были Зубастые птицы Которые еще Не облегчились Достаточно Чтобы хорошо летать Вот То есть Попыток Было много Все еще трудно Установить Как они хорошо Научились это делать То есть Есть гипотеза Есть доминирующая Но как бы Но доминирующая Какая? Ну доминирующая Я ее так В прошлом разе И озвучила Что они подпрыгивали Отчаянно Ну это же Ну как Я не представляю Я от того Что ты будешь Махать и подпрыгивать Все время Ты же не полетишь Но если ты Живешь в принципе На земле И находишься на насекомых Которые где-то Невысоко по воздуху Перемещаются То ты будешь Старить больше потомков Потому что у тебя Будет больше пищи Ты все время будешь Есть тех Кто никто не ест Все вокруг тебя ходят Как курица из земли Почему тогда человек За столько лет Не полетел? Кто? Человек Да какой за столько лет? Нам всего до с половиной миллиона Ну в смысле Это супер мало Это просто ничего Ты бы хотела летать? Ну в известной степени Я летаю Замечательно Ты сегодня прям сыпешь Полета во сне и наяву Я не узнаю Брата Коля Да-да-да Так Ну главная гипотеза такая Есть еще какая-нибудь смешная? Вообще Вообще Это главная гипотеза Она очень похожа На выступление Одного сотрудника Из музея танков Который Должен был рассказывать Сказку на одном конкурсе Сказок Рассказывал сказку Про танк, который полетел Там история такая же Танчик подпрыгивал Подпрыгивал И в какой-то момент Спрыгивал с большого бруя И полетел там По-моему там 200 метров Или что-то такое Прежде чем приземлиться Я вспомнил Да конечно не летают Не летают Ну Незенька Незенька Ну да В таком духе Ну так Незенька Это первый Первый шаг К тому Чтобы когда-то летать По-настоящему Летать там Где уже никто Более не достанет Ну кроме того Кто летает выше Мы еще про сумчатых Хотели поговорить Да Сумчатые Это вообще Если смотреть с точки зрения Конвергенции То Австралия Это такая Фауна Не то что в миниатюре Это особенная фауна Это очень давно Законсервировавшийся Материк На который Долго не было Никаких вторжений То есть даже Когда туда Приплыли люди Там 45 тысяч лет назад Они свои почти Ничего не привезли В этот момент Кроме там Каменных орудий труда По сути Вот И до там Вот последних Тоже там 300-400 лет С Австралией Ничего не происходило Она существовала Вот как она есть Ну кенгуру и кенгуру Так там огромное разнообразие Там были и сумчатые волки И там есть сейчас сумчатые крысы Есть вомбаты У которых сумка развернута вниз Чтобы до земля не набивалась То есть это норные животные У которых сумка в другую сторону Чем у всех сумчатых Хотя они Родственники Все с нормой Ну как же они не выпадают Детеныши Если сумка Развернута Своими глазами не видела Но как-то не выпадает Но вообще-то сумки Достаточно плотно Мама Как корова-то в люке Сумки достаточно плотно Прилегают к телу сумчатых А детеныши в них Маленькие держатся Ртом за сосок Они там висят Достаточно плотно То есть не то Что бы сильно легко Было выпасть оттуда Ну а есть какие-то Примеры Конвергенции Вот такие прям Среди астралинских Ну вот сумчатые крысы Обычно почти одинаковые Если вот Если сумчатая крыса У нее нет детенышей В данный момент сумки Когда они есть Это выглядит абсолютно не как крыс То что у нее Весь живот усеян Такими вот Шариками Маленькими крысятами А если детеныш нет Она выглядит так же Как просто крыс К которым привыкли И сумчатый волк Который вымер Телоцин Недавно вымер То есть Есть видеозапись Начала 20 века Где этот волк еще был жив Он такой же точно Как наши там Европейские волки А создать его можно И пытаются как-то Да его пытаются У него как раз Для него это известная история Что его все Его хотят клонировать И это не очень дорого По сравнению с разными Другими вариантами Вырастить его Вот И на этот счет Какие-то опыты ведутся В Америке Правда все еще Как бы Результатов пока нет Вот Идут только к этому Ну тем не менее Сумчатый волк И обычный волк Да А в чем тогда Хорошо В чем тогда Разница у них В скелете опять же Скелет будет Кстати больше похож Он будет отличаться Но не так радикально Как у ежа и ехидны Вот Но при этом Разница огромная В Ну как Большая анатомическая разница В древности Способа рождения Детенышей Сумка давно существует Вот были яйцекладущие Млекопитающие Сумчатые Потом появились Плацентарные У которых есть матка В матке плаценты На плаценте Висит детеныш Прямо внутри живота У матери У сумчатого волка Нет этого процесса Видишь сумочку на ру В животе у кенгуру Там уюта кенгуренку Дождь и что-то В стужи и впругу А что Такая была группа Можно продолжить Хвачи прилетели И видишь сумочку на ру В животе у кенгуру Они повторяли это С нарастающей силой Там уюта кенгуренку Ну что с тобой сегодня Спрашивают А у самцов сумчатых Есть сумка? А есть остаток Но он все равно Никак не используется Барсетка? Ну вроде того Женщина как всегда С обочкой А мужик Элегантно С ключницей ходит Тайм аут Видишь сумочку на ру Так поехали дальше Там еще были Квати Черные как кукушки Как кукушат Как кукушины И гнезда Ну не помнишь сразу Кукушаты Да ничего я не помню Ничего я не помню Кукушаты кравчатые Они не черные Так Еще Мы с вами Вот какую тему Затронули И проговорили Что многие Вот вымершие животные Вы сказали Похожи на ныне Существующих Вот об этом Да В принципе Ну Когда Те палеонтологи Которые занимаются Вот Фауна млекопитающих Последними 65 миллионами лет Фауны на нашей планете Когда Млекопитающих много Они разнообразные Есть очень много Умерших групп Которые похожи на современных Но они тоже Не всегда родственные То есть Животных похожих на слонов Похожих на носорогов На бегемотов Их вообще было Много разных попыток Но обычно У них были У них были Либо Какие-то Бивни Или клыки Неудобные Которые в итоге Приводили к вымиранию Либо какие-нибудь Рога Или еще Какие-нибудь Следствия Что значит неудобные бивни Ну значит Что Как можно Из-за бивня Вымерить Ну Вообще Можно Вот В той же Эволюции слонов Много было Разных попыток Были те У кого были Только нижние бивни Такие как Лопата Платье Белодона Были те У кого были Верхние и нижние Как ножницы С двух сторон И все эти группы Вымерли У них нет никаких Потомков То есть Попыток много Но удачный Оказалось только Когда у тебя Два бивня И не очень больших То есть Гигантские Как у мамонтов Тоже оказались Ну так себе Изобретением Ну то есть Как изобретением Попытка эволюции Это случайность А не изобретение Но тем не менее Не очень Вот так вот Из-за бивня Мы Продолжим Если у вас есть вопросы К Лене Судариковой Присылайте их На Ватсап Вайбер Плюс 7 967 103 Опять 533 Нехороший пример Человек пишет Кнул дикобраза И сапог Носквозь иголки Проткнули Ребята Озверята По-прежнему С нами Елена Сударикова Старший научный сотрудник Дарвиновского музея Антрополог И говорим мы О конвергенции У животных Лена А есть еще Какое-то Вот люди спрашивают Есть еще Какие примеры Вымерших животных Которые похожи На ныне Живущих Да На самом деле Их Вообще Десятки Хотя Я сейчас Сходу Сходу трудняюсь сказать Но животных Похожих на Куницы Лемонгустов Которые тоже являются Актуальным примером Их полным-полно было Когда млекопитающие Только остановились Там 15 миллионов лет Разные неродственные группы Все внешние Вот такие Маленькие Хищные Крутконогие Вытянутые Из верюшки Вот Много было А у собак У собак Вообще Очень хорошая Была радиация Псовы Как появились Они больше Дивергировали Они не конвергировали Они вот наоборот Давали там Разнообразие Там От мала до велика И у котов Тоже Ну Ничего не могу сказать Кошачьи тоже В основном Дивергировали То есть там Конвергентного сходства Мало Хотя например Саблезубость В разных группах Кошек возникало Тоже Саблезубые Тигры Да Было несколько Молодец Выскочил Перфокар Я общаюсь Умным человеком Да 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 Услышала Саблезубый Перфокар Я пытаюсь сказать Что саблезубость Возникала Несколько раз В разных группах Кошачьих То есть независимо Не то что все Саблезубые родственники Это такое дерево Да все саблезубые А что Несколько раз Кошки эволюционировали В эту сторону Начинали расти клыки Вырастали гигантские Непонятно зачем Служили Скорее всего не для охоты А для разделки падли Потому что с такими Здоровенными уже Не поохотишься Опять же Внешний раз На что-то большое Вот Как-то так То есть ну например Даже саблезубые Разные кошки Это тоже пример Будет конвергентного сходства Например А внутренние органы Вы говорили Тоже А ничего Про конвергенцию Выросших ничего сказать не могу Нет А про вообще Внутренние органы А вообще да Вообще Конвергенция работает Не только на уровне Видов животных Или родов Но и на уровне Органов отдельных Ну например Глаз у человека Выглядит почти так же Как глаз у осьминога Когда начинает Случать его строение То есть И хрусталик С помощью которого Настраивается картинка Изображение Есть сетчатка С улавливающими С улавливающими свет Клетками Кобочками Палочками То есть вообще Глаза очень похожи Но при этом У осьминогов Они гораздо меньше Изнашиваются Потому что у нас Хрусталик действует На сжатие и растяжение То есть мы его все время Сжимаем и растягиваем И он теряет эластичность годами А у осьминогов Они его двигают Вперед-назад И из-за этого Он не изнашивается Может слушать много лет Вообще нам бы не помешали Глаза осьминога Не пересаживают еще? Не слыхала О таком мы с ними Совсем Ну как Слишком далеко родственные Наши общие предки Жили на земле Там 600 примерно Миллионов лет назад Древнейшие Многоклеточные Еще не позвоночные Не безпозвоночные Поэтому вряд ли Такая пересадка Будет успешна Слишком много белков Будет отличаться Но при этом Глаза выглядят похоже То есть когда их изучаешь Как анатомическую структуру Они похоже выглядят И работают Осьминога Вряд ли есть ресницы Ой да И ресниц нет Но зато и слепого пятна нет Как у нас Где зрительный нерв Глазу подходит Есть свои сильные стороны Но в общем Пересадка пока не обещается И кстати Глаза даже закладываются По-разному То есть у зародыша позвоночного У него глаз Это такое наружное впячивание В котором все остальные Структуры закладываются А осьминога Под прозрачной верхней оболочкой Прорастает изнутри Из мозга глаз Собственно оказывается Вообще формирование другое Но результат очень похожий Все равно Это считается тоже Конвергентным сходством Строй наших глаз Хотя они реально Очень давно Друг от друга отличаются И по разным путям шли Вообще И даже развиваются По разным путям Спасибо, Лена Я надеюсь Что вы стали все Сегодня что-то больше Понимать о конвергенции У животных Видишь сумочку наружу В тел кенгуру Там уюта кенгуренку В дождь и в стужу И в жару Потрясающе Спасибо Елена Сударикова Спасибо большое Не плачь Я его сейчас верну в норму Пора домой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok